Китай Сумма внутреннего Волового продукта Китая увеличилась На 3% во втором квартале По сравнению с аналогичным периодом Прошлого года, в то время как экономика США сократилась почти на 33% В годовом выражении Кроме того, юань укрепляется уже 8 недель подряд Что является самым продолжительным Периодом роста с февраля 2018 Года. Доллар же, в отличие От китайской валюты, в последнее время слабеет Китай применял Такой инструмент, как Девальвация национальной валюты Юаня, то есть Китайское правительство делало юань Немножко дешевле по отношению К американскому доллару, что Создавало китайским производителям Дополнительные преимущества На американском рынке А американским производителям На китайском рынке, наоборот, создавало Дополнительные ограничения Торговая война приняла форму введения Различных запретительных импортных пошлин Сначала их начали вводить США Но Китай, в свою очередь, также ограничивал Импорт китайских товаров и вводил пошлины На американские товары Как говорят аналитики, все усилия Дональда Трампа Разъединить экономику Китая и США Приводят лишь к тому, что Китай становится Более самодостаточным Одной из целей войны со стороны американцев Является перевод части производственных мощностей Которые в свое время были выведены из США в Китай Перевод их обратно на американскую территорию Чтобы создавать рабочие места на американской территории Для американских граждан Тем не менее, несмотря на все усилия Производить в Китае все равно является более дешевым Более выгодным для всех крупнейших мировых компаний Торговая война достигла определенного накала На сегодняшний день она перерастает в экономические угрозы В адрес Китая от США И более того, эти угрозы приобретают политический характер Состоялось решение со стороны США О том, что дипломаты Китайской Народной Республики Не могут проводить массовые мероприятия С участием американских граждан Если на это нет санкций государственных партнеров США Китай после очередных санкций США Планирует к концу этого года запустить в стране Фонд внутреннего замещения Он будет направлен на поддержку китайских компаний Которые пострадали от администрации Трампа Кристина Надершина, Универоньюз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok